Это простаивающий завод Ниссана в Санкт-Петербурге, который мы запечатлели буквально на днях. Просто так, на всякий случай. И случай не заставил себя ждать. Ниссан решил покинуть российский рынок. Пресс-релиз категоричен. В рамках объявления о неминуемом уходе с рынка исполнительный комитет компании Ниссан одобрил продажу своего российского бизнеса Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту НАМИ. Итак, все активы, а это головной офис, питерский завод полного цикла и научно-исследовательский комплекс, будут за символическую цену проданы государству в лице Федерального института НАМИ. Но с опционом обратного выкупа в течение шести лет. Ранее точно такая же схема была реализована и с российскими активами РНО. Представительство Ниссана в России было открыто в 2004-м, а петербургский завод Nissan Manufacturing Rus запущен под занавес 2009-го года. Первоначальная мощность конвейера составляла 50 тысяч машин ежегодно, но затем объемы нарастили вдвое и организовали смежные производства. Свежий штамповочный цех был построен буквально в прошлом году. В последнее время здесь выпускались только кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano. Но 14 марта производство пришлось остановить по официальной версии из-за логистических проблем. В штате предприятия около 2000 человек. Минпромторг уверяет, что весь персонал будет сохранен, а НАМИ имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия. Правда, непонятно, чем можно загрузить опустевший конвейер. Ключевым сотрудникам головного офиса, как стало известно телеканалу Автоплюс, предлагают рассоредоточиться по заграничным подразделениям Ниссана. Вот только согласиться на переезд готов далеко не каждый. По предварительным прикидкам от ухода из России, Nissan потеряет около 700 миллионов долларов. Судьба марки Infiniti явно не описана и прояснится в ближайший месяц. Но, по нашей информации, официальных поставок уже не будет. Импорт автомобилей остановлен весной, хотя московское представительство все равно готовило премьеру второго поколения кроссовера QX60. Гарантийным и послепродажным обслуживанием автомобилей Nissan отныне займется АвтоВАЗ. Российский автогигант будет управлять центральным складом запчастей и организует поставки деталей. Дилеры Ниссана, решившие продолжить работу, подпишут соответствующие соглашения. Как это будет реализовано, показывает пример Renault. За сервис французских машин также отвечает АвтоВАЗ. Редактор субтитров А.Семкин